Всем привет! Сегодня я решила вернуться к формату интервью. Я буду говорить о профессии художника по песку со своей подругой Татьяной. Мы с Татьяной вместе учились в школе искусств 20 лет назад, и сейчас она, так же как и я, живёт в Санкт-Петербурге. Давайте зададим вопросы о профессии, а вас я попрошу слушать внимательно, и в конце этого видео я задам вам вопросы, и все правильные ответы в комментариях буду лайкать сердечками. Вот. Такой я придумала сегодня план. Привет! Привет! Как у тебя дела? Всё отлично, рада тебя видеть. Да, я тоже очень рада тебя видеть. Мы давно не виделись. Скажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Как называется твоя профессия? Я художник песочной анимации. Я создаю сюжеты с помощью песка, своих рук, и всё это снимается на камеру, которая установлена над стеклянным столом. И дальше это можно использовать в качестве живых выступлений, либо в качестве какого-то видеосопровождения для музыкальных клипов, рекламы и других событий. Мы с тобой вместе учились в школе искусств на художественном отделении. Скажи, пожалуйста, какие предметы у нас были, если ты помнишь, всё-таки 20 лет прошло, и какой ты любила посещать больше всего? Ну, у нас была живопись, рисунок, композиция и декоративно-прикладное искусство. Больше всего я любила композицию и рисунок, потому что у нас был там, если ты помнишь, любимый учитель. Но самый любимый мой предмет был композиция, потому что там можно было придумывать что-то своё. Интересно, это был мой самый нелюбимый предмет, потому что я ненавидела придумывать что-то своё, у меня вообще не работала фантазия, и я больше всего любила живопись. Хотя преподаватель мне нравился по композиции, уроки живописи я посещала с большим удовольствием. Как ты считаешь, учитель играет важную роль в жизни ученика? Ты знаешь, в итоге я получила не только художественное, но и педагогическое образование, поэтому я об этом задумывалась. И я хочу сказать, что учитель играет важную роль из-за того, что в целом умный взрослый человек играет большую роль в жизни ребёнка. И очень здорово, когда есть не только родители, но и ещё какие-то люди, которые способны обогатить внутренний мир ученика, ребёнка или взрослого. Ты сама когда-нибудь преподавала? Да, я преподавала достаточно много, и с этого начался мой путь в песочной анимации. Мы сейчас подошли к твоей рабочей зоне. Расскажи, пожалуйста, что нас окружает? Здесь непосредственно песочный стол. Он подсвечен снизу. Вот здесь лежит песок, которым я работаю. Есть тёмные поля для того, чтобы ограничивать рабочую зону. Здесь висят эскизы. Здесь разных проектов. Здесь вот визуальный сценарий или попроще раскадровка спектакля, который я делала на Новый год. Щелкунчик. Здесь висит камера, на которую снимается всё это. Вот видно мою руку. И вот я, посмотри, могу сделать вот такие забросы песком. В общем-то, с каких-то таких движений начинается любая работа. Дальше уже рождаются образы. Фишка всей этой работы именно в том, что можно на глазах зрителей очень быстро, несколькими движениями создавать какие-то выразительные и узнаваемые детали. И, в общем-то, профессионализм у художников песочных определяется тем, насколько интересными они могут делать эти образы. И насколько быстро и чётко они могут рисовать. Потому что это обыкновенный песок, обыкновенные песчинки. Да. Ну и это не так-то просто, как кажется, со стороны. Мне кажется, это вообще непросто. Если я сейчас что-то сделаю, получится мазня. Я, когда закончила университет, я искала, чем я буду заниматься. У меня было такое ощущение, что я как самурай, который наточил свои мечи и подготовился ко всему. Но я не знала, что конкретно мне делать. У меня не было вот этого пути, по которому я могла идти. И я ходила на разные собеседования, пробовала преподавать в разных местах. И в итоге остановилась на студии песочной анимации. На тот момент я не рисовала песком вообще ни разу. Но пришла на собеседование, мы пообщались, мне очень понравились люди. И я решила дать этой работе шанс. Спустя буквально неделю моих тренировок я уже преподавала детям. А спустя три месяца я выступила со своим первым песочным шоу. Кстати, это был юбилей шоколадной фабрики Новосибирска. Такое значимое место в Новосибирске. Да, обожаю их конфеты, особенно птичье молоко. Работа делится на несколько этапов. Сначала я трачу довольно много времени, чтобы выяснить у заказчика, что он хочет. И проблема в том, что люди на самом деле не очень четко знают, что они хотят. И даже если они знают, они не понимают специфику моей работы. И поэтому часто мне приходится увязывать желание заказчика с тем, на что способна или не способна песочная анимация. Потом я создаю сценарий на основе референсов, которые присылает заказчик и которые я сама нахожу. Это самый трудоемкий и самая долгая часть работы. То есть для того, чтобы создать вот такие эскизы, у меня уходит около недели. Здесь все пронумеровано. Здесь предусмотрены переходы от одного к другому. Ну вот здесь, кстати, лучше это видно, потому что здесь очень подробные эскизы. Видно, как из одной части рождается другая. И уже затем я за песочным столом начинаю рисовать. Все это снимается на камеру. Потом долгий процесс монтажа, потому что получается очень много видеоматериала, несколько часов. А умещается готовый ролик, как правило, от 3 до 10 минут, в зависимости от задачи. Ну и часто, если это работа с музыкантами, нужно еще понимать, что все это должно попадать в слова, в определенные ритмы, в алгоритмы. Музыканты к этому очень чутки и требуют ювелирной работы. А как часто у тебя заказывают музыкальные клипы? Очень часто. По итогу это стало основной частью моей работы. Это работа с музыкантами. Мне это очень нравится. Я очень рада, что к этому пришла. Когда мой уровень мастерства в этой области стал велик, ко мне стало приходить много талантливых музыкантов и каких-то сложных проектов, за которые готовы платить. Ну и где нужен потрясающий, такой впечатляющий результат. Таня, расскажи, пожалуйста, что ты больше всего ценишь в своих заказчиках? Я недавно об этом рассуждала с коллегой. Мы пришли к тому, что каждый ищет себе заказчиков. Ну и заказчики выбирают исполнителей, которые чем-то похожи на них. И так как я сама человек такой довольно вдумчивый, любящий искать какие-то смыслы, какие-то такие, вникать очень глубоко в вещи, я на самом деле очень ценю таких заказчиков. Когда они мне попадаются, у нас получаются потрясающие вообще коллаборации. Я обожаю людей, которые горят своим делом. И когда приходят какие-нибудь музыканты или какие-нибудь еще такие люди, очень увлеченные делом, для меня это потрясающе. Вот однажды мы несколько лет назад, ну год назад, делали проект для немецкого телевидения. Это были вставки в документальный фильм археологический. И вот там с историком мы сидели и днями обсуждали, как нам нужно нарисовать одежду, чтобы это было исторически. Мы с ним искали, поднимали какие-то документы. Это было дико интересно и дало потрясающий результат. А еще другой раз мы делали тоже исторический проект. И там даже наняли композитора, который специально писал музыку, используя инструменты древние, чтобы это было максимально близко по духу. Вот такое я очень люблю. Очень интересно. Кстати, пока ты говорила, у меня возник вопрос. А что ты думаешь о влиянии искусственного интеллекта на работу художников? Могут ли художники в будущем лишиться своей работы? Ведь сейчас искусственный интеллект создает довольно интересные и оригинальные картины. Я думаю, что искусственный интеллект станет подспорьем в работе художника, но никак его не заменит. Потому что, если ты помнишь, я тебе сказала о том, что заказчики, главная проблема у них в том, что они сами не знают, чего хотят. А искусственному интеллекту нужно четко сформулировать задачу, иначе он ничего не создаст. А ты использовала искусственный интеллект в своей работе? Может быть, он тебе помогал придумать сюжеты? Нет, я пока не использовала, но я подумала о том, что мне это пригодится, и уже это можно использовать для создания каких-то более точных референсов в работе. Таня, скажи, пожалуйста, ты сталкивалась с критикой и негативом в свой адрес? И вообще, насколько токсична среда художников-мастеров? На самом деле, сообщество песочных художников довольно маленькое и поэтому довольно дружное. Не так легко токсичить, когда вас во всем мире буквально сотня человек. И все песочные художники довольно серьезно поддерживают друг друга, делятся заказами, делятся советами. Это я очень рада, что у нас есть такое сообщество, которое близко общается. И как художник я не сталкивалась с какой-то серьезной критикой, но это еще связано с тем, что я тут еще перфекционист, и какие-то плохие работы я бы просто не стала выкладывать. Но как просто публичная личность, которая транслирует себя, а это необходимо для того, чтобы искать заказчиков, я, конечно, сталкивалась. Но не могу сказать, что меня это сильно трогает. Я серьезно разделяю понимание, кто я такая и что моя работа. Если кто-то высказывает мне какие-то критические комментарии по поводу моей работы, я за это очень благодарна, потому что полезно увидеть взгляд со стороны. И здорово, когда человек готов потратить время на то, чтобы тебе что-то подсказать. Ну, критика, конечно, должна быть конструктивной всегда. Да. Хорошо. А ты сталкивалась с творческим кризисом? Ну, творческий кризис — это, я бы сказала, естественная и постоянная часть творческой работы в целом. Потому что, во-первых, с годами ты привыкаешь не опираться только на вдохновение и понимаешь, что, ну, есть работа, нужно уметь на нее настраиваться. И порой не хочется что-то делать, но ты начинаешь как бы через силу, и в процессе приходит вдохновение и желание работать. Но бывают какие-то моменты, когда я очень выгорела, ну, устала, и бывали промежутки в моей карьере, когда я 2-3 месяца не рисовала вообще. Но в итоге, когда я начинала снова это делать, все было хорошо, и даже в какой-то мере я вырастала в качестве работ. Так что я думаю, что это все естественное течение, естественное развитие. Кстати, вот не жалко бывает работу, которую ты создала, ну, то есть мимолетный какой-то сюжет, не жалко ли его ломать ради следующего? Есть такое... Даша, ты знаешь, это самый частый вопрос, который задают художник. Я рада, что он только пришел мне в голову, что это не первое, что я спросила. Ты знаешь, на самом деле нет. Потому что ведь по итогу самое важное не наша техника, а смыслы, которые мы рисуем, ну, а смысл, он такой, он летит, он не стоит на месте, и поэтому требуется его движение, его продолжение. А такие вещи, как там песчинки мои, там движение рук, в широком смысле ничего не значит. Поэтому я не могу сказать, что как-то это жалко. Все это фиксируется на видео, на фотках, и весь телефон забит какими-то красивыми этими песочными деталями. Так что все это всегда со мной. Скажи, пожалуйста, Таня, о чем стоит помнить художнику? Художнику стоит помнить о том, что рано или поздно к нему придет мастерство, и нужно думать не о том, как рисовать, а о том, что рисовать. Нужно ли быть в ладах с собой и транслировать свои ценности? Часто ли тебе предлагали выполнить работу, которая была против твоего, ну, так скажем, естества, против твоих взглядов? Мне периодически предлагают такую работу, но так как я занимаюсь песочной анимацией уже 10 лет, в этом году будет 11. Я поняла, что соглашаться на такую работу не надо, она всегда приносит неприятности. Так что, ну, теперь я так не делаю. Что бы ты посоветовала тем, кто только начинает свой путь в этой сфере? Главное, что я посоветовала бы начинающим художникам больше размышлять и критически относиться к тому, что и зачем они делают. Начинающие художники часто выступают бесплатно или делают какую-то неинтересную, неприятную работу. Все это по итогу только вредит. Лучше искать свой стиль, копировать каких-то старых мастеров, песочной анимации или просто художников, и пытаться поставить себя на их место, пытаться понять, о чём думал тот или иной художник, создавая своё произведение. Поверьте мне, это даст вам очень классную пищу для размышлений и для развития. А можешь поделиться своими творческими планами? В ближайшее время я хочу перестать работать дома и найти мастерскую, которая станет моим творческим прибежищем. И хочу заниматься организацией фестивалей, потому что песочному сообществу очень не хватает встреч и рабочих контактов, когда они смогут делиться опытом, показывать, на что они способны. У меня сразу приходит в голову мордочка моей кошечки, поэтому я попробую её нарисовать. У меня недавно вышло видео про моих котов. Они там тоже по-русски разговаривали? Они бесились и мешали мне снимать. Не ценишь мой скромётный юбилей. Но мои коты понимают русский язык. Разговаривать они только... Сёмик умеет делать АО. Я не знаю, что это значит, но он говорит АО. Так, носик. Как тебе ощущения? Ощущения очень странные. Обычно говорят, что это умиротворяет. Да, сто процентов. Мне кажется, любое творчество умиротворяет, потому что ты фокусируешься на том, что ты делаешь, на движении рук, и совершенно не думаешь ни о чём другом. Ну, не очень похоже, конечно. Ну, так вот усики сделаю. Ну, на кошечку похоже. Я, на самом деле, как окончила художку, я вообще практически не рисовала и совершенно разучилась это делать. Ну, вот. Такая мордочка получилась. Очень здорово. Кстати, живописно. Спасибо. Таня, спасибо большое за интервью. Я, во-первых, счастлива, что ты мне рассказала о своей профессии, поделилась мыслями, и также очень рада, что мы с тобой встретились. Я тоже очень рада, что мы увиделись. Удачи вам, успехов. Да, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, что у меня есть транскрипции. Вы можете поддержать мой канал Ставпатроном. Благодарю всех патронов, и увидимся в следующем видео. Если вам интересно посмотреть другие работы Тани, ссылку на её канал я оставлю в описании. Всем пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!